Что такое архитектурные объекты? Вообще, ну, вряд ли вы будете ими пользоваться. Единственное, там лестницы удобные. Есть там еще стены, есть окна, есть двери. Типа как встроенный BIM, можно сказать, как Revit, как Archicad. Но они не очень удобные, и поэтому в основном никто не пользуется. Хотя, ну, тоже, может, применимо. Значит, они находятся в инженерных объектах. Значит, точно так же Create, Geometry, Standard Primitives. И тут у нас AEC Extended. Значит, здесь у нас есть Flora. Ну, типа, тоже деревья разные. Вот, мы можем тут их отсюда выбирать. Но они такие корявые, ими тоже никто не пользуется в основном. Не пользуемся. У нас есть хорошие модели. Я вам там дал модели, у вас можете посмотреть. Там намного лучше, они уже готовы. Значит, дальше есть ограждение, в принципе, неплохое, которым мы можем тоже пользоваться. Вот так создается ограждение. Но оно простое, да? Для того, чтобы более усложненное это ограждение создать, мы создаем сначала линию путь. Дальше берем это ограждение, выделяем. Дальше в Modify заходим. И тут показать путь ограждения. Вот, пик. Щелкнули левой кнопкой, левой кнопкой по пути. Сейчас он вот так развалилось, это ограждение, потому что у нас недостаточно сегментов. Увеличиваем количество сегментов. Насколько нам необходимо. А дальше что мы делаем? Так, сейчас я дерево удалю. Дальше настройки. Значит, какое будет, значит, круглая, верхняя, да, это планка, либо квадратная. Если квадратная, то, соответственно, мы указываем ширину и длинную, ну, глубину и ширину, ну, вот эти параметры, да. Если будет у нас округлая, ну, тогда тоже указываем, да, либо растягиваем, либо тут одинаковые будут параметры, соответственно, будет круглая. Вот. Ну, здесь высота ограждения. Сейчас у нас единицы никакие не поставлены, да, поэтому у нас ничего тут не стоит. Мы поставим миллиметры, можно в сантиметрах, ну, и в миллиметрах, удобнее в миллиметрах работать. Так, дальше нажимаем на вот эту кнопочку и указываем, сколько у нас будут горизонтальных вот этих направляющих. Ну, вот. Соответственно, три, close и так, сейчас. Три и close. Дальше указываем, какой толщины они будут и будут ли они квадратные, либо округлые в сечении. Вот, допустим, округлые и тоже изменяем. Вот так, да. Так. Дальше, сколько будет вертикальных? И тут то же самое, меняем их параметры. Вот. Это промежуточные, вот это типа основные, а это типа промежуточные. Вот сколько их будет между вот этими столбиками, грубо говоря, несущими, понимаете, да? Раз, два, три, и четыре между ними будет. Мы можем их больше сделать. То есть, вот, для наглядности я сделаю их пять, укажу, что они будут, ну, чуть потолще, а вот постс будет у нас сорок один остается, но они будут потолще, типа это будет вот основание. Вот. Этого достаточно, чтобы делать, в принципе, ограждения простые, если вам сложно и понадобится, придется чуть-чуть заморочиться. Вот такой простой инструмент. Это создание ограждения. Дальше, что еще есть? Есть стена, вот, что такое архитектурная стена в 3D Max, инженерная? Мы указываем ширину и длину. Соответственно, она вот замыкается, как наш сплайн. Вот. Привязка какая будет. Вот. вот, допустим, мы рисуем стену. Да, вот, допустим, мы высоту больше делаем. Делаем высоту больше и ширину больше делаем. Вот. Можем быстро, если нам нужно быстро что-то создать, какую-то стену, можем делать так. Вот. А потом по привязке мы можем создать окна. Прямо здесь создаются окна. Вот они там различные. Ну, опять-таки, они примитивные, там по-разному открываются, фиксированные какие-то там такие. Вот. Они там чем-то отличаются. короче, даже не заморачивайтесь, сто процентов их применять не будете. вот их параметры этих окон. Вот. это, чтобы просто вы знали, что есть такие тут и двери тут тоже есть. Единственное, стейлс нам нужно будет применять. Они иногда, лестницы бывают удобные. вот эти по двери. Рамка. Вот этот переплет. Тоже очень много тут параметров. Есть готовые и быстрее иногда, не иногда, а всегда лучше смоделировать, чем вот эти вот использовать. И лестницы. Значит, какие тут лестницы есть? Есть открытая, есть закрытая лестница, есть монолитная. Дальше ограждения какие будут у нас. Значит, вот здесь тоже это можно всеми этими параметрами управлять. Здесь тоже можно пощелкать сами, если интересно, можете разбирать, моделировать в помощь этого. как основу можно создавать просто тоже открытое, закрытое и монолитное. Тоже ограждение. Вот сказать, с какой стороны будет у нас ограждение. площадка площадка тут. Можете перейти и указывать количество ступенек. так. Чтуобразное есть. толщина ступенек. 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 から ступенек. Продолжение следует...